Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня по многочисленным просьбам я показываю свою творческую студию. Это ответ всем, всем злопыхателям, кто пишет мне гадости, кто пишет, что мне слабо открыть свою творческую студию и что я говорю неправду, когда озвучиваю доходы блогеров-логунов. Так вот, сейчас мы находимся в моей творческой студии. Вот моя аватарка, название моего канала. И вы видите на сегодняшнее число, на 21 января, вот такие мои показатели. За 28 последних дней у меня просмотров стало больше на 198%. Время просмотров 23,3 тысячи часов. Подписчиков прибавилось 1 тысяча. И расчетный доход мой за 28 дней составляет 294 доллара США. Просмотры за это время 315 тысяч. Вот что вы видите в моей творческой студии. Сегодня за 48 часов у меня 20 тысяч просмотров. И подписчиков у меня 4477. Вот что вы видите. А сейчас мы переходим во вкладку «Доход». Вот смотрите. Вы видите, что расчетный доход – это тот доход, который прогнозирует YouTube. И доход на 1000 просмотров, то есть то, что он мне заплатит, за 1000 просмотров будет 0,97 долларов. То есть меньше 1 доллара на 0,03 цента. Практически 1 доллар. Эта цифра немного меняется. Она станет фиксированной, когда закончится месяц. Поэтому в зависимости от стоимости рекламы, еще от каких-то параметров, она немножечко скачет. Вот вчера она была ровно доллар, а позавчера 0,70 там с хвостиком. А стоимость, стоимость, то есть до того, как YouTube оставил себе часть денег, была бы 2 доллара 30 центов. Но после того, как YouTube забрал свои денежки, свои проценты, остается только 0,97 долларов за 1000 просмотров. Вот так это выглядит и вот так это стоит. Сейчас мы с вами посмотрим по месяцам. Вот есть здесь такая вкладочка, где мы можем посмотреть чисто январь. Вот смотрите, за январь у меня уже заработано 183 доллара. И просмотров за январь 246 тысяч. Подписчиков 832. Предыдущие данные были за 28 дней. То есть там включался частично и декабрь. А сейчас мы видим только январь. Январь не закончен. Поэтому в январе, вот вы видите, стоимость рекламы меньше 78 центов. Всего лишь 78 центов. Потому что сюда не попал декабрь. То есть средняя стоимость рассчитана без декабря. А в декабре она была высокой. Вот возвращаемся. А сейчас я покажу вам декабрь. Самый высокооплачиваемый месяц. Вот смотрим. Декабрь. За декабрь я получила 383 доллара 60 центов. Стоимость рекламы была 1 доллар 52 цента. Вот откуда я взяла цифру 1 доллар 52 цента. Она у меня в творческой студии. То есть мне за мою работу YouTube заплатил такую сумму за 1000 просмотров. Вот смотрите, какая у меня аудитория. Аудитория у меня... Сейчас я вам покажу. Россия меня смотрит 60%. Казахстан 10%. Белоруссия 4%. Украина 9%. И Германия 3,7%. А также по возрасту. Очень интересно по возрасту. Во-первых, меня смотрят женщины 85%. И 14% смотрят мужчины. А по возрасту... Смотрите. Даже дети немножко смотрят. Но в основном моя аудитория это 55-64 года. 32%. 45-54 года это 19,8%. Также 15% 35-44. И 65 и старше почти 17%. Вот такая аудитория в декабре месяце смотрела мои видео. Давайте посмотрим, что у нас в ноябре было. Вот в ноябре. В ноябре я заработала 202 доллара. И стоимость рекламы в ноябре была 1 доллар 32 цента. Вот видите, именно 202 доллара пришло мне и на карту. Еще я зарабатывала в сентябре. Но диапазон надо устанавливать долго. Поэтому, я думаю, вам достаточно. 3 месяца вам достаточно. Потому что в октябре я заработала около 100 долларов. Вот, мои дорогие друзья. Я открыла для вас очередной раз свою творческую студию. Я уже открывала и показывала. Где-то в видео есть эти данные. Но меня постоянно хотят улечить в какой-то лжи, в каких-то недостоверных сведениях. Мои дорогие друзья. Именно, именно. Я вам показываю всю правду. Всю правду. Я сейчас не хочу касаться никакого канала конкретно. Потому что в дальнейшем я буду давать ссылку именно на это видео. В том случае, когда меня опять будут несправедливо обвинять во лжи. Вот я вам показываю всю свою творческую студию. Вот доход. Вот расчет. Вот просмотры. Вот моя аватарка. Вот сколько я зарабатываю за тысячу просмотров. Реклама подключена. Вот, мои дорогие друзья. Вот такое видео я вам подготовила. Если вам что-то непонятно, спрашивайте. Я вам еще объясню. Вот, мои дорогие. Тот, кто говорил, что мне слабо, мне не слабо. А теперь открывайте свои творческие студии и доказывайте, что вы получаете копейки. У меня канал маленький. Просмотров у меня мало. Вот вы видите, что у меня всего лишь 20 тысяч просмотров за два дня. За 48 часов. Вот здесь все написано. За 48 часов. То есть 10 тысяч в день. И вот за 10 тысяч в день я за 21 день января заработала 183 доллара. Понимаете? Поэтому вы все можете посмотреть, сколько просмотров у вашего любимого блогера. Просто умножить на минималку хотя бы на 1 доллар. Ну, может быть, если хотите, умножьте на 50 центов. Но это, конечно, занижено будет. 50 центов у меня не было никогда. Когда доллар, около доллара, вы же видели, сколько у меня стоимость. Вот это будет правильная цифра. Понимаете? Правильная. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, сколько же я заработала за 21 год. Вот смотрите, за все время 21 года, как только я начала получать монетизацию, я заработала 827 долларов 91 цент. Видите? И сейчас вы посмотрите, что стоимость за тысячу просмотров за 21 год составляет 0,98 центов. То есть мы можем сказать 1 доллар. Да? Правильно же? Вот 1 доллар. Вот вам, пожалуйста, я вам, не скрывая ничего, вот ни капелечки ничего не скрывая, показываю свою творческую студию. Понимаете? Вот вы видите. Вот посмотрите еще раз. Вот все, что я заработала за 21 год. Мои дорогие друзья, я предпенсионер. Я не получаю пенсию и не работаю по состоянию здоровья. Поэтому мне каждая копейка дорога. И не думайте, что я это делаю из-за какой-то там корысти, злости. Никого я не ненавижу. Мне все блогеры одинаковые. И мне просто приходится себя защищать, когда начинается травля или ложь, или гадкие комментарии, проклятие в мой адрес. Поэтому мне приходится себя защищать и делать следующее видео про того или иного блогера. Если меня не трогать, то есть сделала я обзор, все посмотрели, я сделала обзор на другого блогера, и все. И никаких конфликтов не будет. Будет просто обычная работа блогеров-обзорщиков, как делают многие. Сделали обзоры, его посмотрели, идет следующая работа, и все, я никого не хочу терроризировать или еще что-то с ними делать. Но почему-то зрители и сами блогеры под чужими именами приходят и начинают меня просто проклинать, унижать, оскорблять, обижать. Почему, за что я имею право на свое мнение, которое мне дано, потому что я человек, я имею право его иметь, я не робот и не животное, я человек. И Конституция дала мне право выражать это мнение, тем более все, что происходит на YouTube, это открытая информация, доступная информация, общественная информация. И вы все имеете право озвучивать свое мнение, свое субъективное мнение. Понимаете это, мои дорогие друзья, вы понимаете это? Ну вот, мои дорогие друзья, еще раз я говорю вам о том, что я открыла свою студию творческую. Посмотрите и будьте добрее. Еще хочу вам показать свою страницу на сайте Social Blade. Вот смотрите, она, конечно, немножечко округляет и опаздывает. Вот сейчас показано, что всего просмотров у меня 1 миллион 45 тысяч. Подписчиков 4 тысячи 450. Чуть-чуть, чуть-чуть опаздывает. Но главное, мы смотрим вот этот график, где у нас показаны просмотры. Вот, например, за декабрь просмотры, да? Запоминаем, 256 тысяч. А сейчас мы вернемся в мою творческую студию и посмотрим, что просмотры за декабрь. За декабрь у меня 252 тысячи 700, а в Social Blade 256 тысяч, да? Разница минимальная, минимальная. Чуть-чуть на 4 тысячи больше показывает. Как вы считаете, эта погрешность существенна? Нет, не существенна. Давайте посмотрим ноябрь. Ноябрь месяц. Вот у меня в студии 154 тысячи просмотров, да? Смотрим. А в Social Blade у нас за ноябрь, вот у меня, просмотры 149. Правильно? 149, вот мы видим, 149 тысяч просмотров. В меньшую сторону получается, что декабрь разница в большую сторону, а ноябрь разница в меньшую сторону. Получается, что компенсируется. Ну и вообще, эта разница несущественна. То есть, разница здесь на 7 тысяч просмотров. Я считаю, что это очень маленькая погрешность. 154 и 149, это у нас получается 7 тысяч разница. А в случаях, когда просмотры миллионы, тогда и разница на пару тысяч, даже 10 тысяч, 20 тысяч с творческой студией несущественна. Поэтому, мои дорогие, я опираюсь в своих расчетах на Social Blade. Конечно, я же не могу залезть в творческую студию блогеров. А Social Blade показывает очень близко цифры к тем цифрам, которые находятся в творческой студии блогера. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья! Желаю вам всего самого-самого хорошего! Здоровья! До новых встреч, мои дорогие друзья! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!